Приветствуем вас на канале Автоклуб Драйв 46. Сегодня Peugeot 3008 с кучей разных ошибок. Не выходят на связь блоки управления, троид, двигатель, система слишком бедная, то слишком богатая, пропуски воспламенения, датчики кислорода, по всему этому есть ошибки. Самое интересное, пукан шине. Итак, изучили схемы, посмотрели, что на что завязано, где что искать, и приступаем к работе. Для начала нашли коншину и подключились к ней нашим осциллографом. Так как были подобные случаи, сразу решили начать с блока АБС. Он находится под подкрылком. Сняли с него разъем, но коншина как была, одна линия в помехах, так и осталась. Далее наши пути лежали к блоку управления АКПП. Он находится сверху коробки. Добрались до его разъема и, пошатав его, заметили изменения на осциллографе. То есть, шатая, у нас то появляется, то пропадает одна из кан-линий. Это означает, либо у нас плохой контакт в разъеме, либо нужно вскрывать блок и пропаивать, что мы и решили сделать. После пропайки блока и обратной сборки ошибка по кан-линии ушла и стала доступна дальнейшая диагностика. Далее обнаружили большие пульсации давления топлива. В сравнении с заданным значением, фактическое давление топлива в рампе очень сильно плясало. Также посмотрели параметры смеси. Время впрыска 1,6 миллисекунды. Датчик кислорода работает. И коррекции у нас пляшут до минус 8%. Понаблюдав за параметрами на разных режимах работы, пульсации никуда не делись, было принято решение снять регулятор давления топлива в рампе. И не зря. При проверке регулятор издавал какие-то странные звуки. Почистили его, продули и после этого давление в рампе выровнялось. Теперь графики заданного и фактического давления практически повторяют друг друга. Двигатель стал работать ровно, перестал троить. Далее решили посмотреть параметры смеси, сравнить их с предыдущими. Время впрыска упало до 1,1 миллисекунды. Было 1,6. Датчик кислорода работает. И коррекции. Коррекции стали в норме. 2,3,4% плюс. Все отлично. Хозяину машины посоветовали заменить регулятор давления топлива. Интересный автомобиль, интересный ремонт.